ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, дорогие друзья! С вами AnakinEner7-2 и Verazis. И сегодня у нас с вами будет анбоксинг геймпада от Moga Новый Hero Pro. Давайте, я сейчас его ещё не открывал, сейчас я плёночку отрежу. Итак, вот я снял плёночку. Что ж, давайте откроем. Итак, вот мы видим, здесь у нас джойстик. Давайте я его включу. Так, что у нас здесь ещё есть? Ну вот. Как я понимаю, это у нас соединятся к маутбуку, наверное, для зарядки. А это запасная. Ну, что-то такое. И здесь вот, кажется, растутся. Давайте посмотрим, что тут. Итак, здесь небольшая инструкция. Не на русском. Включайте и установите приложение Moga. Так, немножко рассказывается о клавишах. И очень-очень-очень много рутины. Я думаю, это мы не будем смотреть. Так, давайте оценим цену джойстик. В принципе, очень даже удобная вещь. Напоминает джойстик от Xbox 360. Расположение джойстиков. Довольно приятно. Довольно так тяжёленько ходит. Мне это очень нравится. Я люблю, когда джойстик сам. Он очень быстрый, как бы легко отклоняется. Мне это не очень не нравилось. Так как в играх иногда вот так задевал, и персонаж падал. Так, послушаем кнопочки. Кнопочки тоже очень приятно нажимаются. Давайте послушаем звук. Ну, довольно-таки неплохой. Здесь у нас есть два слэша на каждой стороне. И два курка. Здесь у нас будет сам держатель для телефона. К нему даже подойдут большие телефоны. Вот он вытаскивается. Вот он вытаскивается. И, знаешь, вставляется. Здесь у нас есть два решима. Решим работы А, Б. И здесь вот, как раз, у нас USB. Как я смотрел, там вроде можно было питать телефон от самого джойстика. Но я что-то как-то сейчас не увидел. Ну что ж, давайте заценим его в деле. Так, вот у меня есть девайс Samsung Galaxy S3. И, как я уже показал горький опыт, в чехле он сидит неплотно. Но так как он уже выпадал, это вы можете увидеть в дубликах, которые мы сделаем в конце. Также специально для вас у нас будет падение Samsung Galaxy S4. Его краш-тест, так сказать. Ну и так, давайте мы закрепим. Сразу говорю, крепится он не особо хорошо в чехле, но держаться держится. Поэтому мотать я его не буду, как вы видели на видео. Ну давайте попробуем. Интересно, есть у нас зарядка. Так, вот, джойстик заработал. Индикаторы загорелись. Ну, давайте сейчас включим Bluetooth. Так. Все, есть. Подключился. Ну и так, давайте попробуем. Вот видите, пошла реакция. Ух ты. Довольно здорово. Давайте попробуем на эмуляторе Nintendo DS. Ну что, хорошо. Значит, у меня здесь уже девушка. Я, конечно, продолжу. Так. Наверное, надо настраивать будет. Ладно, эмулятор, значит, будет небольшая настройка. Специальное управление, но, как говорят разработчики, он должен работать на GTA. Давайте запустим Сан-Дреус. Сан-Дреус. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. И так, вот игра запустилась. И я сейчас должен быть с пятизвездом, с четырьмя. Так, так, давайте попробуем. Вот, джойстик работает. Да, пожалуйста, вот, джойстик работает. Так, должен прыгать. Все правильно. Вот мы ускоряемся. Видите, пропали сенсоры. Все, игра заработала. Сейчас надо доплыть где-то у берега. Простите за небольшие подвисания вначале, потому что графика у меня на максимум. Довольно удобно управляется. Приятное очень управление. Намного лучше, чем играть на сенсоре. Место просто зачетное. Сейчас все будет. А, как я тут выберусь. Всегда меня бесило, когда я здесь падал с этого обрыва. Особенно на андроиде, когда он автоматически тебя здесь сохраняет. В общем, чувствую, сейчас будет конец, друзья мои. Надо жить. Одно приятно, что все оружия останутся. Надо жить. Я сейчас так правило. А что если уйти под воду? И под водой я скончался, да? Нет. А, на воде скончался. И вот так вот я мертв. И вот мы зародились. Так вот, все хорошо, отлично работает. Давайте-ка попробуем сесть в машинку. Да, управление точно такое же, как на PlayStation, как я помню, я раньше играл. Ну и давайте поедем. Я идеальный водитель. Просто я сейчас смотрю в камеру. Ну-ка. Это не оправдание. Нет. Слушай, я вожусь, смотрю в камеру. А, нифига не видно. Припарковались. Все, идеально. Идеально. Да, вот мне о том же кажется. Смотри, какой хороший игрок. Да, я сейчас пропиарил немного Rockstar. Ягуталин на башке. Так, ну давайте попробуем еще какие-нибудь игры. Пока меня там не убили. Копы. Так, ну давайте попробуем Y-City. Y-City тоже должна работать, так как есть в списке игр, обязанных работать. Давайте пропустим, не пропускается. Будет вручную. А что, больше ничего у тебя не установим, да? Да нет, есть еще игры. Я не верю, что это работает. Ну так, погнали. Ну, когда Y-City гораздо быстрее запускается. И тут я уже на машинке. Смотри, насколько все быстрее работает. Просто слава богу. Слушай, невероятно быстро. Я даже с непривычки как-то... в нормальном месте появился. Неужто? Слушай, ты как быстро работает. Он играет. В максималке. А, вот... Это что было? А, невероятно быстро. Я не могу от Сан-Андреаса отойти. Быстрее вылезай, я ее не переверну. Это не Сан-Андреас. Слушай, на самом деле очень удобно. Сейчас здесь будет место, где почему-то спавнятся солдаты. И начинают по мне стрелять. Я люблю такие места. Чувствую бежишь. Я могу так делать бесконечно. Здесь, кажется, работает этот... Мне кажется, баг, недоделка разработчиков, когда нажимаешь на крестик и отпускаешь, и он бежит бесконечно. Вот здесь должны они спавниться. И сейчас как специально не заспавниваются, да? Ну что ж. Вот только хотел наругать разработчиков, а они не заспавнивались. Ну что ж. Ну, все идеально, работай. Давай пройдем. Нет, куда ты поехал? А, что ж такое-то? Давай возьму. Еще фургончик. Действительно, очень удобно управляет. Жалко, я не скачал никакого шутера. Надо было все-таки, чтобы заценить стрельбу. Хотя, сейчас выберем. Спрыгнем. Сейчас надо выбрать оружие. Как они у нас там менялись. Даже не так. Слушай, он ходит и... Смотрите, то есть он движется и на стике, и на крестовинках. Итак, вот у меня есть девайс Samsung Galaxy S3. Снимаем мы, кстати, на S4. И с чехла его вытаскивать не буду. Давайте попробуем так. Меня очень интересует, встанет ли он? Вот, и давайте сейчас поместим. Делается это вот таким вот незамысловатым движением. Вот, вроде как, говорят... Ох ты ж!